Городской интеллектуальный турнир среди дошкольников состоялся сегодня во второй школе. Звание «Умный ребенок» было получить непросто. Серьезная конкуренция и сложные задания, но участники турнира справились. Подробности у Ольги Черной. Футбол меняет мир и собирает новых друзей. Теперь Самара – открытый город. Приезжайте, болейте и наблюдайте. Самый крутой в мире футбол. Все в Самару, все на футбол, все на Мару. Ждем на футболе, мы победим. Предстоящий чемпионат мира по футболу стал главной темой интеллектуального турнира. «Умный ребенок» ежегодно объединяет воспитанников всех детских садов города. Для финалистов самые сложные задания на логику, умение ориентироваться в пространстве, математику. Сначала мне дали конструктор, потом я начал по временю собирать. Сначала у меня не получалось, но потом я собирал за две минуты. Мне понравилось задание с конструктором и реберент. В зале юных интеллектуалов поддерживали друзья, родители и воспитатели. Я надеюсь, что это будут будущие наши звездочки. Очень большие надежды на таких детей. Самое главное, что у них есть стремление к победе, воля. Вот это самое главное. Они всегда хотят побеждать. Членом жюри, в которое вошли представители образовательных учреждений города, родительского комитета, центра патриотического воспитания, управление физической культурой и спорта было непросто. Каждый ребенок по-своему уникален. Я хочу сказать, как член жюри, достаточно сложно выбрать победителя первой, второй, третьей степени, потому что все дети демонстрируют достаточно высокий уровень развития, показывают свои интеллектуальные способности. И мне интересно это все смотреть, потому что на следующий год эти дети придут к нам в школу. Но конкурс есть конкурс. По итогам турнира звание «Самый умный ребенок» завоевала воспитанница детского сада «Сказка» Алены Иванова. Девочка и ее мама такого результата не ожидали. Мне почему-то неожиданно. Я не думала, что у меня ребенок справится со всеми заданиями, что очень поразительно. Спасибо педагогам, которые были рядом, которые помогали и обучали моего ребенка. И, конечно же, я горжусь своим ребенком, что у меня справилось, что у меня все получилось. Дипломы второй и третьей степени получили Абдулла Хевлоев из детского сада «Теремок» и дошкольник из Буратино Дмитрий Иваногло. Все без исключения ребята награждены дипломами участников. Ольга Черная, Анатолий Шуликов, Новости Муравленко.